Турецкий референдум сегодня главная тема мировых СМИ. Местная оппозиция заявляет о массовых фальсификациях и требует отменить результаты голосования. А власти празднуют победу. Напомню, 51% граждан страны высказались за смену формы правления с парламентской на президентскую республику. Полномочия главы государства это делают практически неограниченными. Что сейчас происходит в Турции, расскажет Алексей Пшемызкий. Десятки тысяч человек с флагами, фейерверки и автомобильные сигналы, которые не утихали до самого утра. Турция празднует победу на референдуме. Мы голосовали за будущее Турции, за наше будущее, будущее наших детей и внуков. Турция станет одной из самых сильных стран на Ближнем Востоке и во всем мире. Для многих здесь голос «за» стал символом борьбы за свою страну. Последние месяцы президент Эрдоган не только в открытую критиковал Запад, обвиняя власти Евросоюза в подготовке переворота, но и вовсе называл некоторых европейских лидеров нацистами. Такая риторика более чем сработала. Это война между народом и невеждами. Мы твердо стоим за нашу нацию и выиграем любую войну против всего мира. До тех пор, пока с нами Эрдоган, мы непобедимы. Еще вчера, не дождавшись официальных результатов, президент Турции объявил о победе перед многотысячной толпой в Стамбуле. Выступая, он в очередной раз провозгласил лозунг, за который многие на Западе подвергали президента критике. Одна страна, одна нация, один флаг. Уже сегодня тысячи сторонников встречали его в Анкаре, с крыши автобусов в окружении автоматчиков. Он вновь обрушился с критикой в адрес Европы. Мы будем маршировать в сторону ноября 2019 года быстрее и сильнее. Но нам много еще предстоит. Это была борьба против каждого из нас. Западные крестоносцы и их подхалимы напали на нас. Но мы не сдались. Мы единая нация. Именно в 2019-м вступает в силу изменения в Конституцию. Отмена поста премьера, право президента назначать министров и высоких госчиновников. Принимать решения без парламента. Иммунитет от каких-либо расследований и возможность объявлять чрезвычайное положение. Изменения в основной закон делают власть президента практически неограниченной. А Эрдоган сможет теперь занимать президентское кресло как минимум до 2029 года. Однако заявления Эрдогана о единой нации далеки от реальности. 49% избирателей, чуть более 20 миллионов человек, сказали на референдуме нет. Для противников нынешнего президента Турции вчерашние цифры стали настоящей трагедией. У здания главной оппозиционной партии Турции в Анкаре вчера собрались несколько сотен человек, требуя отмены результатов. Полиции пришлось защищать их от сторонников Эрдогана, проезжавших мимо. Сказавшие нет прошли небольшой колонной в Стамбуле. Несмотря на то, что против проголосовали чуть меньше половины избирателей. Массовых акций здесь не было. С прошлого июля многие попросту боятся открыто критиковать власть. Мнение людей разделилось 50 на 50. Посмотрите на результаты. Очевидно, что половина общества просто так не примет это. Наши голоса украли. Избирательная комиссия засчитала, как да, много пустых бланков без печати. И все молчат. Лидеры оппозиции должны уйти в отставку. О том, что выборы сфальсифицированы, заявили и в оппозиции. Условия были неравны. Законность этого референдума под большим вопросом. Они посчитали пустые бланки. Это незаконно. Эти фальсификации ставят под сомнение результаты референдума. И мы будем требовать пересчитать голоса. Однако еще вчера Эрдоган заявил, что не советуют кому бы то ни было ставить результаты под сомнение. И эти слова звучат абсолютно однозначно в стране, где после попытки госпереворота под арестом до сих пор более 40 тысяч человек. В том числе свыше 200 журналистов. Судьба многих из них может решиться уже в ближайшее время, если Эрдоган, как и обещал, вернет стране смертную казнь. Однако каковы могут быть последствия этого решения для народа, разделенного надвое? Большой вопрос. Как отразятся результаты вчерашнего референдума на будущем Турции, пока что остается лишь догадываться. Очевидно, что следующим решением Эрдогана теперь станет возврат стране смертной казни. Это может не только окончательно закрыть для Турции двери Евросоюза, но и серьезно рассорить турецкого президента с Западом. Где уже заявили, что это решение может по сути означать конец турецкой оппозиции. Из Анкары Алексей Пшемызкий, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok